Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая и самое время поговорить о схемах посадки. Вот у меня вот эта схема, это уплотненная посадка томатов, то есть по 2 томата в 1 лунку. Я зимой уже рассказывала и показывала схему, но так как многие добавились, я сейчас покажу еще раз. Я делаю очень просто. Вот видите, вот эта вот веревка натянута, еще остались веревки, не убрала я. По центру, вот у меня теплица 3 на 8, так 3 метра. По центру отмеряю 50 сантиметров, дверь же у нас шире чем 50 сантиметров, отмеряю 50 сантиметров, нитку протягиваю и все. Это у меня центральная дорожка. Вскапываю вот эту и эту часть, и эту часть визуально, прям я на глаз делю пополам и протаптываю еще одну дорожку. И начинаю рыть лунки справа, слева, справа, слева, справа, слева. Так иду, иногда в шахматном порядке, иногда просто друг напротив друга. И тут также протаптывается дорожка и лунки. И вот так, по такому расположению у нас получается примерно так. Вот эта средняя дорожка и две, правая и левая, они получаются почти одинаковой ширины. Видите? Некоторые говорят, как вы ходите, там тесно. Это нормальная ширина, вот видите? Она что центральная получается 50 сантиметров, что эти по 40 сантиметров? Это вполне нормальное расстояние для прохода человека. И когда спрашивают, сколько расстояния между рядами, тут можно даже не мерить. Вот когда центральную дорогу протаптываешь, а вот эта вся половина, которая вскопана, я просто визуально иду, вот так вот прямо, и делаю дорожку. И когда я слева высаживаю лунку, делаю, и справа высаживаю лунку, она по неволе, вот здесь остается, вот эти 40 сантиметров остаются лишние. У меня получается, что и вот эта грядочка, и вот эта грядочка, все одинаковой ширины. И вот эта грядочка, и четвертая. 4 полосочки, то есть, если уж совсем, если уж совсем быть точной, то если вот эти 3 метра, убираем дорожку, вот здесь остается по 125 сантиметров, 40 сантиметров получается вот эта дорожка, и по 40 сантиметров вот эти грядки. Эти 40 сантиметров как раз достаточно для того, чтобы здесь вырыть лунку. Все. И все получается равномерно. Вот вы видите, если вот так посмотреть издалека, видно, что вот эти 3 дороги, вот раз дорога, два дорога и три дорога, они почти одинаковые. Не сказать, чтобы центральная дорожка такая была широкая, а эти маленькие-маленькие, вот я их тем более уже тут набегала, протоптала. Вполне нормальная дорога для человека. Ну и все. А дальше осталось только распределить расстояние в рядах. Расстояние между лунками на детерминатных низкоруслах делаю 40 сантиметров. 40, 40, 40. Те тоже так же. Когда в шахматном порядке, когда просто 40, 40, 40. Когда переходим вот к этим, типа, любимый праздник, там, пудовик. Тут на мое усмотрение. Я могу сделать 50, могу 40. Вот тут 50, 50, 50. Можно так сделать. Можно даже по 40. Это смотря, сколько времени вы можете посвятить на посынкование и на прореживание кустов. Ну, а про те я говорила. Там индотерминанты. Они у меня уже там в строчку, в одну. Их, они хотя тоже по две, но они не, в ширину не две, одна. Там тоже делаете произвольно. Ну, там от лунки до лунки, по-моему, тоже 50 сантиметров. Когда я там делала, я вообще не могла сантиметр свой найти, куда-то положила. Я делала просто на глаз. Но расстояния примерно везде одинаковые. Все, вот это вот такая схема уплотненной посадки. Если кто-то хочет посмотреть, как получатся они потом, когда разрастутся, посмотрите видео прошлого года. У меня есть видео летнее. 140 томатов в одной теплице. Это много или мало называется так. Если найду сейчас я ссылку, я в описании к этому видео приложу. И вы поглядите, что будет летом. Главное, вовремя прореживать, посынковать. Индетерминантно и желательно вести в один ствол, если вот так вот загущено. Если бы они были реже, их можно было бы и в два, и в три ствола. Но вот при такой уплотненной посадке лучше, конечно, вести в один ствол. Все, вот это та информация, которую я могу дать вам пока, когда только что посадила. Потом, конечно, тут будут разные нюансы. Тут можно одну группу томатов вести, например, в один ствол или в два. Другим вообще дать расти, как они хотят. Вот, например, как Настенька. В прошлом году я несколько кустов вообще без посынкования здесь выращивала. Но это зависит от того, сколько мы хотим получить томатов и какого размера. От формирования зависит очень много. Если оставим много стволов, будет очень много томатов, но они будут мельче, это ясно. Все, а пока что только про схему. До свидания.